Киллера, убившего экс-депутата Госдумы России Вороненкова, ключевого свидетеля по делу Януковича, похоронили сегодня на кладбище под Павлоградом в поселке Сосновка. Что удалось выяснить нашим журналистам о прошлом убийце, смотрите в сюжете. На кладбище проститься с Павлом Паршовым пришли только его родственники и несколько парней спортивного телосложения. Возможно, друзья. Впрочем, узнать точно не удалось. Завидев журналистов, они в буквальном смысле убежали от камер. Простите, пожалуйста, можно у вас несколько слов? Сотрудники кладбища говорят, простились погибшим очень быстро, отпевания не было. Гроб родные попросили закрыть черно-белым флагом, а вместо креста привезли знак с даты рождения, смерти, а также руничными символами. Черный флаг и белый нарисован. А что было нарисовано? Не знаю, я не рассмотрел. А вы бачите, участвовали такие вот значимые люди, как на всей табличке? Не видел ни разу. На этом кладбище похоронены родственники Паршова по материнской линии. Местные жители говорят, сами родители Павла в Павлограде не живут. Дом продали и переехали. А вот дед Паршова, когда был жив, рассказывал, что Павел несколько лет назад уехал в Россию. Он был в туточке, а потом поехал в Россию. И вовка говорит, что нет никого в меня тут. Один Пашка. Это внук. Внук, ну правильно. Так в Россию поехал внук или сын? Внук. Внук ездил. На этих кадрах с камер наблюдения видно, как Паршов догоняет экс-депутата Госдумы Российской Федерации Дениса Вороненкова у отеля «Премьер Палас» в Киеве. А когда тот обворачивается, стреляет сначала в него, затем в охранника. Потом добивает уже лежащего на земле экс-депутата. Телохранитель успел выстрелить в киллера, и тот скончался в больнице. На следующий день советник главы МВД Антон Герасченко сделал громкое заявление, мол, Паршов – российский шпион, который прошел спецподготовку в особом центре, основанном еще при Сталине. Из каких источников эта информация, Герасченко умолчал. У киллера нашли удостоверение участника боевых действий. Выяснилось, в 2015-м он записался в Нацгвардию Украины и в батальоне «Донбасс» прослужил чуть более года. Затем самовольно покинул расположение рота и был уволен. Он проходил службу в подразделе Национальной гвардии Украины, это батальон спецпризначения «Донбасс». В 2015-м году они были в складе военной части 3057 города Мариуполь. На Паршово в Днепре было заведено несколько уголовных дел, в основном связанных с финансовыми махинациями. С 2011-го он находился в розыске, но несмотря на это 13 месяцев прослужил в рядах Нацгвардии. Елена Медалюк, Евгений Конецов. Подробности. Телеканал Интер. Днепропетровская область.